Вот когда-то здесь была усадьба, и когда они его видели, они ему кричали «Здравствуй, баня Курбатова!» Какое положение в обществе занимали люди, подобные Курбатову и Русанову? Так я Курбатов! Если говорить по-простому, то получается он мой прапрадед. Когда я хотел получить особый кайф, я шел в эту баню. Мы не мылись в общей бане, а всегда брали номер. История этой бани стала частичкой личной истории очень многих иркутян. Наблюдаю, слежу за вашей стройкой. Здание уважения и с благодарностью к Дерипаске. Добрый день! Находясь в исторической части Иркутска, мы воспринимаем его архитектуру как естественную и привычную. Однако много ли мы знаем о людях, принимавших участие в создании неповторимого облика Иркутска? Это энергия преобразований. В этом выпуске мы откроем неизвестные страницы из жизни Николая Павловича Курбатова, предпринимателя, принимавшего участие в строительстве многих знаковых объектов и получившего известность благодаря баням на берегу Ангары. Мои родители переехали сюда, не родители, даже прабабушка, переехала сюда с прадедом после войны. И сначала даже они жили в банях, там были номера, какое-то время они жили прямо в номерах в бане. Потом эта квартира стала нашей. Вот там был двухэтажный дом, весь второй этаж, это была наша квартира. Вот когда-то здесь была усадьба. Усадьба принадлежала двоюродному брату моей бабушки Кушнареву, купцу первой гильдии. Он был якутяне, в Якутске жил. Но предоставил эту усадьбу для моих бабушки и дедушки. С той стороны были тоже дома, а усадьба находилась ближе к улице Набережной. И как раз вот так усадьба Курбатова и тут же сразу усадьба бабушки и дедушки. Анна Михайловна, что рассказывала ваша мама о Николе Павловиче Курбатове? Говорила, что он очень высокий был, крупный мужчина. И что поражало детей, у него были очень широкие брови. И черные брови были сросшиеся, прямо как будто одна линия. И всегда моя мама, которой было года три, наверное, четыре, и ее сестра, которая постарше на год, они поражались всегда. И очень он им нравился. И когда они его видели, они ему кричали, здравствуй, Баня Курбатова. И он пришел к бабушке как-то и говорит, ну что же девочки ваши меня так позорят? Говорят, Баня Курбатова, я же не Баня Курбатова. Ну и мама, бабушка моя объяснила им, что как нужно звать его Николай Павлович, но не его дядя Коля. Ну так. Иркутск вообще традиционно был центром экономической жизни региона и сосредотачивал основную массу торгово-промышленных слоев всего нашего края. Вот в конце 19 века в Иркутске проживало 1693 лица купеческого сосовья. То есть это сами предприниматели, включая их семьи. Уже в 1910 году чуть побольше 4 с небольшим тысячи человек. В общем-то от всего населения Иркутска это составляло 3,2%. Но это было гораздо больше, чем в городах Европейской России, да и по городам Западной Сибири в том числе. То есть Иркутс действительно был таким сосредоточием. Правильно ли я понимаю, что тогда быть купцом во многом означало в большей степени какой-то статус, но ты мог быть и богатым предпринимателем, не являясь купцом, у тебя были примерно те же самые возможности. Какое положение в обществе занимали люди, подобные Курбатову и Русанову? Ну вот совершенно правильно вы говорите, на конец 19 века выборг этого гильдейского свидетельства была необязательна. Ей пользовались в основном традиционно уже бытующие в первой гильдии купцы, а вот как раз это новое поколение, новая формация предпринимателей не всегда считала для себя это нужным. Это была уже некая архаика, становилась некоторой архаикой. Курбатова и Русанова, пожалуй, можно причислить, конечно, не к верхушке, не к элите, а, знаете, к таким устойчивым, очень крепко стоящим на ногах, средним слоям предпринимателей Иркутска. В прошлом году компания «Н-Плюс» показала иркутянам, как строятся курбатовские бани. Среди участников экскурсии был и Леонид Макаров. Он не только на протяжении нескольких лет посещал легендарный банный комплекс, но и однажды встретился с потомками самого Курбатова. Как и где это было, сейчас попробуем узнать. Мы с друзьями путешествовали по Хорватии и поехали в Дубровнике, чудесный город. Среди этой толпы слышим возглас. «Наташа, скорее сюда! Здесь Сибирь, из Байкала!» И ломится высоченно симпатичная парнюга. И мы еще не познакомились. Мы просто обнялись, пошали руки, а потом стали разговаривать. Он сам с Москвы, но жил когда-то в Иркутске. И мы, когда стали прощаться, он говорит, «А как Курбатовские бани?» «Что такое? Так они его развалили». «Так я Курбатов!» Я понял, что это потомок, да, я, значит, потомок Курбатова. Передавайте привет Иркутянам! Расскажите, пожалуйста, какая родственная связь между вами и Курбатовым? Если говорить по-простому, то получается, он мой прапрадед. Получается, что вот у Курбатова от второго брака была дочь Мария. И вот эта Мария как раз-таки мама моей бабушки. Мама, вот эта вот Мария Курбатова, я так поняла, что она как бы... Ну, она же ребенок была. Ну, по сути, ну что, 17-18 лет? Она просто осталась жить с бабушкой, говорит. На территории Курбатовских бань был дом, в котором они жили с бабушкой вдвоем. А к самим Курбатовским баням, я так поняла, как бы она, ну вот там, какой-то собственности или к чему-то она не имела отношения, нет. Установление советской власти в Иркутске имело свою специфику. И получилось так, что она проходила почти что вот в два этапа. Начиная с 18-го года, вот советская власть устанавливается, и начинается национализация, в том числе и частных банков, в том числе и конфискация имущества у лиц, которые владели недвижимостью и так далее. Это было достаточно жесткое проведение соответствующих конфискаций, а человек оставался с личными вещами. А вы, либо кто-то из ваших близких в советское время, в 90-е годы, бывали в Курбатовских банях? Нет. Почему? Ну я, честно говоря, даже не знала про них. Я потом, когда вот приехала в Иркутск, я была так удивлена. Думаю, мне когда бабушка рассказывала про Курбатов, я думаю, ну мало ли Курбатовых было, ну всяких разных купцов уже было много. Вы думали однофамилец? Нет, я не думала однофамилец, я знала, что она мне говорила про эти бани, все. И я думала, что это знаю только я. А потом, когда я вот начала вот с людьми общаться и услышала вот это вот Курбатовские бани в районе Курбатовских бань, я была так удивлена. У вас были личные воспоминания, личный опыт посещения Курбатовских бани? Она выделялась. Она выделялась масштабами, добротностью. Когда я хотел получить особый кайф, я шел в эту баню. Шел в эту баню, ну примерно как в театр. Когда стали чуть постарше, тогда мама нас уже водила в баню Курбатова. Но и баня была, конечно, замечательная. Мы не мылись в общей бане, а всегда брали номер. Ходишь, такая большая комната, пол такой красивый, был скользкий. Нам говорили осторожно, скользко. Значит, мама кого-нибудь первого там, допустим, брата моего в ванну, потом второго мальчишку в ванну, потом нас были. Мальчишки уже одевались, мы туда. Ну, в общем, было замечательно. Когда прачечная закрылась, мы лазили по всем этим этажам, на чердаках. Крыша мира, это называлась у нас кочегарка на самый верх. Я не лазила, была трусихой. Но подруга с друзьями, они залазили туда, ставили там флаги. Потому что добрались, это было прям достижение у нас. Строили штабы здесь, собирали по всей бане какие-то там диванчики, стульчики. Книжки читали, собирались, в карты играли. Эпоха гласности и перестройки стала поворотной в судьбе этой усадьбы. В 80-е баню закрыли, в лихие 90-е медленно, но верно здания стали приходить запустения. В последние годы руины привлекали лишь бродяг, заблудык и маргинальных личностей. Здесь, во внутреннем дворе, на задворках бани, жил некогда обслуживающий персонал. Брачки, банщики, уборщицы. Были здесь и ворота, которые на ночь закрывали. Был фонтан и лавочки, где распаренные иркутяне отдыхали после бани. В начале 90-х, ну буквально 91-92 год, мне 2-3 года было, я еще ходила в саму баню, меня бабушка водила мыться, парила меня изо всех сил. Мама говорит, что мне это жутко не нравилось. Я, конечно, не помню, как была слишком юна, но как бы вот сам факт. А прачечный комплекс закрылся где-то, наверное, в 98-м уже. И вот все эти огромные гладильные каландры, огромные стиральные машины, они производили маленького ребенка такое впечатление незабываемое. И само здание очень красивое внутри, плитка вот очень красивая, высоченные потолки. Прям для ребенка это было впечатляюще. История этой бани стала частичкой личной истории очень многих иркутян. Вот не случайно многие рассказывали о том, как вот в детстве они были, они помнят эти медные краны, эти тазы, эти прекрасные высокие потолки и так далее. То есть для них курбатовские бани и вот эта точка на карте Иркутска, это не нечто отвлеченное, а это частичка их собственной жизни, их личной. Да. И вот это придает особый колорит, безусловно. Поэтому восстановление этих бань, это будет как вот одно из восстановлений, воссозданий частички памяти. А это очень важно. Последний раз давно здесь были, насколько здесь все изменилось? Периодически захожу, здесь живет мама моей подруги, наблюдаю, слежу за вашей стройкой, вижу, как вы бережно относитесь, ваша компания, Ингрупп, к истории. Насколько максимально она попыталась все равно сохранить все эти фасады. Восхищаюсь и поэтому приняла. Какими бы вы хотели бы увидеть бани? Отдаю большую дань уважения работягам, большую дань уважения. Все делается тщательнейшим образом. Кирпичи. Один в один. Раствор аккуратненько, без наплесков. Вот это меня подкупает. Ну, просто чудно. Просто чудно. Там, конечно, есть и элитные будут номера, это понятно. Но и чтобы для общественности, чтобы традиции сохранились, чтобы люди с благодарностью вспоминали и Курбатова, и нового человека, который восстановил. Это Дерипаска же, да? Да. Чтобы знание уважения и с благодарностью к Дерипаске. Елена, когда Курбатовский баня откроет свои двери, планируете посетить? Конечно. Как же нет? Я столько про это слышала, читала. И я просто очень рада, что если это произойдет, и обязательно пойду. Конечно. И детей возьму, и семью все возьму. Наш выпуск подошел к концу. Если вам известны какие-либо факты о судьбе Николая Курбатова, фотографии, документы или иные свидетельства, пишите нам. Мы обязательно продолжим эту историю. А для тех, кто хотел бы получить памятный подарок от компании N+, самое время указать в комментариях, что за здания изображены на картинках и где они находятся. Спасибо и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»